Жилец Совершенно очевидно всем тем, кто слушает его выступления, что он, во-первых, одессит, а во-вторых, что почти то же самое, еврей. Его юмор еврейский. Это то, что называется наидыш «квеч». Михаил Живанецкий родился в Одессе в 1934 году. Начав свою карьеру в качестве инженера-кораблестроителя, он вскоре сменил профессию и полностью посвятил себя миру юмора. Я был вместе с ним в студенческом театре «Парнас-2» в Одессе, в котором он был как автор, так и исполнитель всякого рода коротких эмористических скетчей. О тех временах у меня сохранились самые теплые воспоминания. Когда я с ним встретился, много лет спустя, было, конечно, невероятно. После стольких лет, конечно, увидеть, что так совершенно справедливо. Он просто стал культовой фигурой. Главная тема произведения Живанецкого – сатирическое изображение трудностей повседневной российской жизни. Ну, приспособился народ, но публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят. Спасибо за внимание. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь? В этом как раз и сила его юмора. Для меня это, конечно, оружие защиты. Потому что я ведь как? Я ведь сижу дома, потом, допустим, выйду на улицу, зайду в магазин, получу по морде и возвращусь, напишу ответ тогда. В брежневские времена доступ к широкой публике для Живанецкого был закрыт. Записи с его выступлениями распространялись подпольно. Он все-таки задевал какие-то сатирические стороны советской жизни, которые, естественно, были правдой. Я пробовал, 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 как кошка садился перед закрытой дверью. И сидел. И в этом заключался и мой протест, и мое любопытство, и мое сидение, и мои попытки открыть, но в виде сидения. Упорное сидение перед закрытой дверью. Живанецкому разрешили вернуться на сцену в середине 80-х годов. С тех пор его концерты собирают аншлаги по всей России и за рубежом. Он также регулярно выступает на телевидении. Звонок. Скажите, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? Надю, можно? У него нет маски. Он говорит как бы сам от себя. Вот я вот стою перед вами. Небольшого роста, полноватый мужчина. С тем же маленьким портфельчиком помятым. Практически без шеи, так сказать, похож несколько на пингвина с моей точки зрения. Да, меня зовут Живанецкий, а вас там, допустим, Петров. Ну и что? На самом деле все то же самое. Как отношусь? С интересом отношусь. Знаменитый, конечно. Но еврей. Но знаменитый. Но еврей. Хотя и знаменитый. Это не отнять, конечно. Ну а если знаменитый, ну и что? Еврей и все. У каждого поклонника в голове, что ты знаменитый. А в душе, что ты... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова